Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Вы видели советский фильм Станислава Говорухина в поисках капитана Гранта? Хотите узнать об истории съемок этого фильма? Ну что ж, извольте. 8 февраля исполнилось 190 лет со дня рождения знаменитого французского писателя Жюля Верна. Его произведения всегда пользовались большим успехом и на родине, и за ее пределами, и практически все были экранизированы. Самым популярным в СССР стал фильм, который снял Станислав Говорухин по мотивам романа «Дети капитана Гранта» в 1985 году. Об истории его создания и о судьбах актеров сегодня можно было бы снять не менее увлекательное приключенческое кино. Первой экранизации романа Жюля Верна был фильм, снятый в 1936 году. Станислав Говорухин решил, что в 80-х пришла пора рассказать всем известную историю современным киноязыком. Свои цели он объяснял так. «Я понимал, что дети перестали читать, так что я просто обязан был вернуть им литературу хотя бы в виде кинофильмов». Картину Говорухина сложно назвать экранизацией романа Жюля Верна. Скорее, он был снят по его мотивам. Станислав Говорухин изменил много эпизодов, домабил новые. Кроме того, в фильме есть вторая сюжетная линия о жизни писателя Жюля Верна, биографию которого режиссер, впрочем, тоже интерпретировал достаточно вольно. В старом фильме была знаменитая мелодия – увертюра Исаака Дунаевского, которую помнили все зрители. И Говорухин использовал в своей картине вариации на тему Дунаевского и увертюру из первого фильма. Фильм «В поисках капитана Гранта» был совместным советско-болгарским проектом. Бюджет был общим, и в съемках в обеих странах были задействованы русские, белорусские, эстонские и болгарские артисты. Кругосветное путешествие на Дункане на самом деле происходило в Крыму и в Болгарии. Побережье Южной Америки снимали на южном берегу Крыма, а Эртона высадили на безлюдном берегу в бухте Чехова в Гурзуфе. Многие морские сцены снимали в проливе между скалами Адаларами и скалой Шаляпина, а Юдак заменил Канарские острова. В Крыму снимали большинство зимних сцен. Заснеженный перевал Вандок сыграла крымская вершина Айпетри. На высоте 1100 метров актеров страховали профессиональные альпинисты. Когда они снимались без дублеров, за кадром их держали на страховочных веревках. На Айпетри также снимали опасный эпизод со сходом лавины, для чего установили большой деревянный щит, выполнявший функцию забора. Он держался на веревках, и когда их перерезали, десятки кубометров снега обрушились вниз. Хотя на съемочной площадке дежурили спасатели, актеры подвергались в этой сцене серьезному риску, который они, возможно, тогда просто не осознавали. В горах возле болгарского города Белоградчик и в пещере Проходно снимали сцены с индейцами, захватившими в плен Паганеля, а также эпизоды с дикарями-людоедами Новой Зеландии. Деревню, где в фильме держали пленников, строили в течение двух месяцев. В горах в лесах Болгарии снимали «Кордильеры», «Болото Австралии» и «Леса Амазонки». Роль Мэри Грант стала единственной главной ролью в фильмографии актрисы Галины Струтинской. До этого ее снимали лишь в эпизодах, и Говорухину она попала случайно. Ее заметил в коридорах киностудии имени Горького ассистент режиссера и пригласил на пробы. Во время съемок 18-летняя актриса вышла замуж. Через год после выхода фильма на экраны она родила ребенка, и вскоре семья уехала в Германию, где они живут и по сей день. Галина стала косметологом, хозяйкой салона красоты, и в кино больше никогда не снималась. Молодого капитана Дункана, влюбленного в Мэри Грант, сыграл актер Олег Штефанко, который тоже стал эмигрантом. В 1992 году он уехал в США и поселился в Нью-Йорке. Там ему приходилось работать и таксистом, и официантом, и продавцом мебели и машин, и моделью. А после переезда в Лос-Анджелес в 1994 году он снова вернулся к актерской профессии. Ему удалось сняться в 14 голливудских фильмах, правда, в эпизодических ролях. Начиная с 2002 года Олег Штефанко часто бывал в России, где снимался в фильмах и сериалах и с тех пор живет на две страны. 14-летний Руслан Курашов, который сыграл Роберта Гранта, младшего брата Мэри, в будущем не стал связывать свою судьбу с актерской профессией. После школы он поступил в Академию славянской культуры на отделении хореографии и стал артистом балета народного танца. Актер Владимир Гостюхин, который исполнил роль майора Макнапса, сыграл более старолей в кино и стал одним из самых популярных и востребованных артистов советского кино. Тамара Акулова, сыгравшая Эллен Гленарван, в 80-х годах снималось очень много и на момент съемок в фильме «Дети капитана Гранта» была уже настоящей звездой советского кино. Правда, ей не дали разрешения на съемки за рубежом. Ее сестра вышла замуж за немца из ФРГ и Акулова стала невоездной. Вместо нее в Болгарии снимали дублершу. В 90-х годах во время кризиса в кинематографе актриса практически пропала с экранов. В начале двухтысячных она вернулась в кино, снимается в фильмах и сериалах, но ведет достаточно замкнутый образ жизни и редко общается с журналистами. К сожалению, уже нет в живых актеров Николая Еременко, сыгравшего лорда Гленарвана, Владимира Смирнова, сыгравшего Жюля Верна, Лимбита Ульфсака, Паганеля и Бориса Хмельницкого, сыгравшего капитана Гранта. Судьба болгарского актера Владимира Смирнова сложилась драматически. В 90-е годы он стал невостребованным, пристрастился к алкоголю и в двухтысячном году умер от инсульта. Несмотря на то, что роль Гленарвана стала одной из самых успешных в фильмографии Николая Еременко, сам актер не любил этого персонажа. «Для меня эта роль стала настоящим мучением», говорил он. «Я как-то всегда больше любил играть отрицательных персонажей, а Гленарван был идеальным мужчиной, беспорочным, не за что зацепиться, чтобы выстроить характер. Мне, если честно, персонаж мерзавца Айртона в этом фильме был симпатичен гораздо больше». Но тут, мне кажется, Еременко немного лукавит. Все его помнят по фильмам «Пираты 20 века», «Я объявляю вам войну», да и в «Поисках капитана Гранта». Везде он играл как раз ярких, но строго положительных героев. Ну вот, наверное, и все. До свидания. Мир вашему дому. До встречи.